Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Фёдор, даже у нас крупнее были, но тем не менее, это реально красивая рыба. Вот это всё надо доедать мне. Да, Фёдор, давай бейся, как говорится. Блин, тут самый сок здесь остался. В эту штуку надо такой рис туда загружать. Рис это очень калорийно при такой подливе. Ну, мы, смотри, осилили всё. Потому что очень вкусно. Стандартная, как бы такая заливочка. Но нет, это кабаны получилось. Самое вкусное блюдо, которое я готовил вот тут на даче, это вот сегодня получилось. Да. Прямо потому что тут... Потому что концентрация максимально остренько, вкусно, божественно. Фёдор сейчас ещё накинет, но я перехожу на чай уже, как бы. Ну, всё. Лёха Шанин рассказывает, как же круто это кидать бейткастингом крупно вобы. Да. Да, вот ещё только те подкидывай, которые вот эти. Которые. Ну, да, вот это. Ну-ка, что там. Парочку их хватит. Эту не надо, эта супер сухая. Такие твёрдые, твёрдые. Ну, вот такая. Такая это она. Я думаю, хватит на сегодня. Всё, тут уже даже кирпичи прогрелись. Ну, а здесь как бы, тут вообще очень комфортно. Тут тоже, а вот там ещё прохладненько. Я вам жилетку надел. Ладно, что, хавай, салатик доедай тоже. Салатик. А я пойду чайку накину с печеньками. А ты не жрёшь печеньки. Нет, я не жду печеньки. Сабаны спрашивают, почему ты это не делаешь. Да не очень калорийные печеньки. Ты же похудел там, и все спрашивают рецепт очень часто. Я говорю, отдельный видос записан. Ну, что-то, что там записывается. Скажи просто два правила, или каких там, чтоб похудеть. Без быстрых углеводов вообще. Ну, короче, на минимум их ставить. Сабаны, слушайте, без быстрых. Ну, там, без говядины, без свинины. Ну, чисто курица, рыба, да? Самое крутое, вот, когда вес падал, это рис с рыбой. Я чисто с килькой ел. Обычная килька с рисом, и сразу вес так пошел вниз просто. Курица, в общем, гиетическое блюдо, вкусное. Хавайте, пацаны, курицу со цибелием. Ну, овощи можно свежие, сколько угодно. Ведра, ведро там помидоров, огурцов, без разности. Так что, кабаны, вы спрашивали, вот вам вот дяди Шодор ответ. Он, как бы, сейчас держит вес в норме, не пережирает. И чувствует себя замечательно. Ну, да. А сколько тебе лет? 49? Да, 49. 49 лет. Еще все только начинается. Вся рыбалка крутая еще впереди. Ну, я надеюсь. Сейчас мы, как бы, стали более опытные. Какие-то появились, ну, такие наработки свои. Ну, нормально, короче. Так что, будем ловить рыбу, радовать подписчиков. Ладно, пошел же чаем. Братва, ну что, мы с Вечкой покушали, все туда-сюда, отдохнули, посмотрели видосов. Ну, и пора показать вам все благолепие, которое немножечко мы так подготовили к сезону 23-го года. Все вы знаете, что мы летом ловим, в основном, как бы, головы, жерек, ясть, перекаты. И, собственно, не стесняемся немножечко тратить деньги в этом направлении. Да, Ильфодор? Да, конечно. Так что все, в сезоне у меня работало. Лично у меня, допустим, вот основная коробка по головлю. Ну, это вот таппи и каменушка. Это, что касаемо кренков, ну и что касаемо стиков. Что касается стиков, работал Рафаэль, люмы, мелкие стикбейты, ну и этот, масломастерс. Соответственно, в этом направлении мною было подзакуплено немножечко таких вот штучек, плюс чего-то новенькое. Давайте все это мы сейчас вам покажем. Начну я со своих любимчиков. Это Смит Каменуши. Очень круто работает по головлю, по такой очень теплой воде, разгар лета, жара, вот его время. Очень коротко он работает время у нас, именно в нашем регионе, потому что жары мало. Но, блин, ребят, хочется, хочется. Поэтому в F-магазине я затарил там, вы мне сами скидывали ссылку, по 1200 кабаны Каменуши. Каменушек, три штуки взял. Этот задублировал, 21 цвет, который у меня ловил. Ну, а в сезоне 23 буду вот этих два новых цвета разглавливать. Это у нас бронзовик, жук, еще как бы имеет такое название, леденец, как его называют. Ну, и это 22 цвет. Это 26, тот же как бы майский жук, но в таком матовом исполнении, он не блестящий, а матовый. То есть, вот два новых цвета, на которые я сделаю упор по головлю в сезоне в этом. И надеюсь, что их разлюблю. Далее, не мог я пройти мимо открытия прошлого сезона. Это Джакал микротаппи, мой любимчик. Конечно, Каменуши бывают его облавливают по количеству, но таппи ловит головлей крупнее. То есть, если хотите трофея, вот этот братишка может, он потяжелее. Он потяжелее летит дальше, соответственно, там, где головля все-таки рыба такая пугливая. И чем дальше ты закинешь, тем больше шанс поймать крупного в головле. И в этом сезоне вот таппи мне помогал в этом деле. Поймал, по-моему, там что-то 800-900 граммовика одного. Ну, в общем, я в него верю, поэтому купил еще такого белого. И еще синенький есть. Не взял ее. В общем, у меня теперь три тапки. И задача все их разлюбить. Есть! Да! О-о-о! Кабаны! Микротаппи! Такой немаленький. Какой-то оригинальный? Да. Какой же кайф! Я знал, что когда он не хочет, надо что-то предлагать такое экстраординарное все-таки, да? Блин, как держат. А вот такой. Это грамм 800-200 где-то. Кабаны, он расхочет. Мил! Постать что-то очень не хватает. Да. Короче, микротаппи разловлен. Причем, не сказать, что супер клев, так как пытаюсь его снять, если он не вернет. Польду. Да, пускай. Ха-ха-ха! Так, далее едем. Конечно же, я добавил к себе в коробку второго Рафаэля. Легендарного. Вообще, Федор говорит, что надо их скукички. Я как бы с этим полностью согласен. И вот такой 824 цвет. Я все ловил все время на одного Рафаэля. Три года. Тьфу-тьфу-тьфу. Повезло мне, что он меня так и никто его не откусил, не оторвал я. Федор за это время двух потерял уже, да? Да. Жесткие жерещи рвали плетню у него, отрывали. Да. Так что, ребят, это просто мега приманка Рафаэль. Мы вам ее яростно рекомендуем. Супер дальнобойная. На него я поймал в этом сезоне достаточно жереха и таких килошного головля, по-моему, примерно. Ну, 900 кило. То есть, блин, вот эти стики это вообще пуска. Поэтому взял еще одного. Так, также по жереху у меня неплохо отработал. Масл Мастерс. Свим Минол. Так как у меня их два всего, я взял себе еще одного. Благоценник на них. Такой не слишком большой. Это рублей 400-500. Легкий. Да. Легкий. Ну, у меня теперь новый спиннинг за 7 грамм. И все вот это дело теперь будет еще более чувствительно, еще более круче. Ну, по спиннингу я потом вам запишу, когда еще катушка придет. Соответствующего качества. И покажу вам комплект полностью. Так что, еще один свим. У меня они ловят, поэтому я их покупаю. Вот и все, ребят. Далее еще был прикуплен также в магазине Смит Талаги. Вместе с каменушками в одной он ехал в коробке. Вот Талаги это вообще не было у меня его никогда. Потому что он слишком легкий. У меня просто не было спиннинга 1,8 грамм. Теперь спиннинг у меня до 7 грамм. Япона мать. И я думаю, будет она Талаги нормально так кидать. Ну, а Талаги это как бы такая легенда. Он стоит вертикально в воде. Вот так. Он абсолютно тихий. И вот эти два фактора, я думаю, сыграют свою роль. Прицел, конечно же, на крупного головля. Ну и желиха, я думаю, он будет ловить. Талаги это такой недешевый воблер. Такой наш топ-сегмент. И его задача ловить такую топовую рыбу. Головлей за телочных. За телочного головля поймать достаточно трудно. Вот Талагик, я думаю, будет в этом направлении отлично работать. Далее, ребятушки. Мои вы дорогие. Так, смотрим. Лидер сезона. Так, подожди. Надо достать Люма, сразу буду. Так. Из киков лидер сезона оказался Суёки Люм. Очень много головля, очень много жереха. Головль трофейный. Фёдор так вообще поймал своего самого крупного головля в жизни на Люма. Суёки Люм снят с производства. И двух мы по две штуки взяли и по штуке уже потеряли. Он остался один. Ну, это настолько уловистая приманка, что было решено как бы так искать, где их ещё можно купить. Запасы. Да. Соответственно, ребятушки, я нашёл прародителя Люма. Оригинал. Оригинал, с которого он скопирован. Это Тикт Флоппер 38-й. Тонус из Тикт от японской компании. Собственно, хочу его тоже попробовать, потому что Люм... Просто бомба. Просто бомба. Единственный косяк Люма, что тройники у него перехлёстываются регулярно. А у Флоппера такой фигни не наблюдается. Ну, и можно сказать продавцам, что можете в два раза на него ценник увеличить. Эй, зачем это наказал? Ха-ха-ха. Не надо ничего делать. Вообще Флоппер не покупайте. Это полная шляпа. Ха-ха-ха. Также, также Флоппер вышел. Флоппер вышел мне где-то рублей, наверное, так, 650, да. И, собственно, мы зашли на Алик и нашли тоже те же самые Люмы, только под маркой Альтрон. Ссылочку вам оставлю, потому что кабаны очень просили. Мы купили их по 8 штук с Фёдором. Да, у нас их по 8 штук. Ребят, не нужно, не нужно брать мало, потому что это мега вещь. Мы вам это покажем в следующем году. Рекомендуем. Узбудьте уверены. И яростно советую. Да, так что ссылочку оставим, если желаете, покупайте. Это полностью точная копия Люма и Флоппера, и мы уже на них ловили. Мы их купили поздней осенью. Ну, ты уже железка успел поймать. Да. И у меня всё-таки поезья там так мощная поклёвка была. Ну, хорошая рыба. Ну, то есть, это уже тема проверена, но пока есть... Перекатная. Перекатная тема. Тридцать восьмой. Тридцать восьмой стик. Весом, что, 2,5 он, да? 2,5 грамма. Смотрите видосы на канале. Я в описании поставлю ссылочки на видосы. И вы увидите, как на них клюёт железь. Ну, и как на них клюёт тоже голавль. Это, запомните, ребят, по холодной воде стики переловят любую приманку. Ну, я думаю, тридцать пятый рич, конечно, сможет так потягаться с ними. Нет, я думаю, что не сможет. Ну, это будет зависеть от глубины места, где ловим. В общем и целом, вот такие штуки были прикуплены с плюсом. Это тоже всё идёт на следующий сезон. Много чего ещё прикуплено. То, что даже я не показывал. Взять тот же, допустим, стик вот такой. Это смит Ширасу Миноу Липлес. Он гораздо более длинный. Да, он такой очень продольный. Конечно, прицел у него больше по жереху, как на мой взгляд. Ну, пока я кидал его немножко, но пока ничего не поймал. То есть, он такой слишком тонкий. У нас всё-таки работают стики такие пузатые, да, Фёдор? Типа, вот смотри, вот флюм. Такой пузатик. Рафаэль тоже пузатик, да? А, где этот ещё у меня липстик-то? Да, липстики. Также ещё было закуплено 3 новеньких штуки. Также цель головы и жерех, в первую очередь. Вот такой вот липстик. Вот такой вот стик с Алика. Фёдор на него тоже уже поимел жёсткую поклёвку. Он, скорее всего, жерех был. То есть, штука рабочая. Что, он 48-й, да, длина? Да, 48-й. Также я ещё нашёл и купил уже снятое с производства. И теперь уже достаточно дорогие. Stripe Pro Lipstick 45-й. Тоже такой пузатенький. Это вот реально пушка. Я в неё очень верю. Но он у меня всего один. Поэтому аккуратненько. Ну и копия с Алика ещё одна. На Jackal Riser Bait. Сороковочку. Тоже тонущий такой стик. С такой вот лопатой. При твишинге он стремится вверх. Riser, Riser Bait. То есть, приманка, которая стремится вверх. При подёргивании, при вымотке. Кихий он ведь, да? Да. Тоже и кихий. И цель, конечно же, в первую очередь, жерех. Вот такая вот прикольная приманка. Ну, не знаю. Мне очень нравится. А проводка какая? Да. Проводка такая же, как на Рафаэля. Как такая подводная волкерная. Можно с паузами. Вот такая тема. Ну и на закусочку мною был взят такая абсолютно новинка. Именно чисто под новый спиннинг для 7 грамм. Это вот такая малютка. Smith IC Serger. Это прям вообще кроха. Да. То есть, нравится тебе Smith? Smith это вообще, по сути так, по лету у меня топ-1. Вот реально топ-1. Ну, Шакал вот за счёт Тапи смог приблизиться, но, блин, ну, Smith. Ну, Smith гораздо лучше. Просто, ну, всех разрывает. Вот IC Serger. Он, конечно, уж такой суперлёгкий. Мне кажется, он весит, не помню, там, меньше полторашки. 1,3, по-моему, совсем. И 25-ая длина. Вот это вот, ребята, убийца головля. Запомните. Головля, никакого не окуня там, никого. Головля, крупного головля. Видите, какой он по размеру? 25-ки. По сути, как микроколебло такое. Только он пузатенький, а микроколебло такое плоское. На него я тоже возлагаю надежды. На этого Smith'а IC Serger'а. В общем, куплено много воблеров для всяких таких перекатов. Всё это. Будет что попробовать. Отдельно, отдельно можем рассказать про стики, про свои. Если, как бы, хотите, пишите в комментариях. Мы можем снять. И по кранкам, там, топ кранков, топ стиков. Это всё так-то надо делать, по сути. Но на стике у нас больше, как бы, ловится. Ну, этот сезон просто был такой сезон стиков. Как они начали с самого лета крошить, и так, ну, месяца полтора-два они вывели. Кранки, потому что более тёплые. Да. Потом вода прогрелась, и в атаку пошли кранки. Сначала, там, кабайзины, тапи, и потом уже под завязочку каменуши, которые, там, на какой-то на топовой рыбалке у меня, там, то ли 10, то ли 15, там, головлей, ну, блин, ну, просто, там, блин, просто его уничтожали. Так что, вот такая тема перекатная. Это, как бы, на закусочку наших сегодняшних посиделок. Ну, а сейчас мы видос этот закончим. И запишем новый. Да, запишем. Ещё несколько видосов запишем по топам на штуку, там, ещё на жереха очень просили. Ну, а сейчас мы прощаемся. Так что, ребятушки-кабанчики, ставьте лайки, подписывайтесь, вливайтесь в наши ряды. На ловите рыбу. Воблераманов. Да, ловите рыбу, ловите крупную. Ну, самое главное, решите свой трофей. Пишите в комментах, какие у вас рекорды по головлю, по изю. Мне очень прям интересно, на чё вы их поймали. Ну, и будем сравнивать. Конечно, у всех условия разные. И размеры головлей разные. Кто-то там ловит от тела и выше, а кто-то там ловит от 200 грамм. И телошник у него там просто, там, раз в несколько лет. У всех разные условия, но все мы объединены одной целью. Это рыбалка. Это самая лучшая, знаете, в жизни кабаны. Так что давайте. Мы с вами, мы здесь, и мы никуда не уходим. Мы будем с вами навечно, пока не помрём. Так что давайте, братва, всех обняли. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok